МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Дожди с последствиями. На объездной провалился участок дороги, а на пластунке упавший дуб придавил местного жителя. Идем с опережением графика или прощай вторая смена. 1 августа корпус школы в Дагомесе будет сдан в эксплуатацию. Безопасность детского отдыха обсудили сегодня члены городской антитеррористической комиссии. На курорте сегодня отдыхают более 3,5 тысяч ребят. В Сочи прозвучит крещенда. Одноименный музыкальный фестиваль представит лучших молодых исполнителей. В четверг в результате мощного схода оползня в реку Псахэ был поврежден участок федеральной трассы. Это на подъезде к Мамайскому посту ДПС. Там провалился участок проезжей части. Проезд там оперативно перекрыли. Как обстоит дело сегодня, узнала наша съемочная группа. Оползень перекрыл русло реки. Изменилось направление потока воды. Было подмыто основание подпорной стены, насыпи, автодороги. В результате произошел обвал. Повреждено более 10 метров проезжей части. Проезд оперативно перекрыли. Госавтоинспекция города. Были выставлены дополнительные экипажи. Данные экипажи будут нести дежурство на постоянной основе до устранения причин данного ЧП. Экипажи, стоящие, находящиеся на данной дороге, перенаправляют транспортные протоки во избежание заторовых ситуаций по альтернативным путям объезда. Автолюбители, ранее использовавшие этот объездной путь до развязки с улицы Пластонской, теперь едут по дублеру Курортного проспекта либо по Виноградной. Для одних водителей это проблема, для других нет. Объездные пути есть, но времени затрагивает достаточно много. Раньше 10 километров и ты дома, а сейчас надо 30 километров объезжать трассу. Поэтому этот мост в связи с звеном. А теперь приходится через дублеры, через центр города ехать. Не видел даже и сейчас, что балл случился, не знаю, не видел. Это обездная дорога, я езжу по дорогой трассе, по новому дублеру, поэтому меня это нисколько не заделает. Поврежденный участок обследован оперативными дорожными службами. Масштабные восстановительные работы пока еще не начались. Официальных комментариев о сроках ремонта федеральной дорожники пока не предоставили. Между тем, непогода продолжает хозяйничать на побережье. Елена Овсицына, телекомпания ФКТ. В Сочи местный житель погиб из-за упавшего дерева. Накануне спасателей вызвали в район улицы Леселидзе. В пяти километрах от нее по лесной дороге расположен частный дом. На него упал дуб. Дерево проломило крышу. Под завалом было обнаружено тело хозяина. Спасатели передали его следователям. Также за минувшие сутки спасатели МЧС помогли переправиться людям через поднявшуюся реку Аше и эвакуировали из ущелья реки Восточная Хоста двух туристов из Ростова-на-Дону и Москвы. К другим новостям. Час контроля для чиновников. Губернатор Краснодарского края устроил проверку для своих подчиненных. Вениамин Кондратьев лично проконтролировал, как выполняются его поручения. Много вопроса возникло к программе капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Качество работ и сроки их выполнения порой вызывают у людей недоумение. Говорили и о доступности пляжей. А продолжат наши краснодарские коллеги. Охранники в модной форме и со значками на груди с надписью Патруль пытаются выгнать отдыхающего с пляжа в разгар курортного сезона. Ролик попал в сеть в июне. По словам автора, секьюрити одного из сочинских отелей пробует выбить камеру из рук и вызвать кого-то по рации. Мол, находиться здесь могут только постояльцы. Забыв о том, что каждый гражданин России вправе пользоваться береговой полосой. Доступ на пляжи, даже если они в аренде у гостиниц и санаториев, должен быть свободным. Тема стала одной из основных на совещании, которое провел губернатор Кубани. Пляж, море, оно принадлежит всем, всем жителям края, страны нашей, всем, кто приезжает отдыхать, и, конечно, местным жителям. А у нас какое-то странное понимание, вызывание плат. Если даже пляж у кого-то в аренде, то, конечно, деньги могут взыматься за лежаки, за зонтики, за все что угодно. За услуги, которые на пляже оказываются, за услуги, но не за проход на пляж. Слова губернатора услышали все главы курортных городов. Они на прямой видеосвязи во время часа контроля летучки, на которой Вениамин Кондратьев лично проверяет исполнение данных им поручений. В списке жалоб, поступающих от жителей региона и ситуации с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Люди пишут, что здания не включают в программу, постоянно переносят сроки работ, а их качество не всегда хорошее. Славинский район. План 2018 года включено 24 дома. Только по 14 сейчас идут торги. Идут торги, коллеги. А если говорить о плане этого года, Абшированский район из 10 домов, ни на один не включет даже контракт наполнения подрядных работ. Коллеги, я никак не могу понять, в чем проблема. В первую очередь, это плохое качество подготовки проектной документации. Нет, коллеги, так что мы ничего не делаем с теми, кто документацию готовит. Она же не с воздуха берется. Есть те, кто отвечает за подготовку документации для того, чтобы торги объявить на капитальный ремонт того или иного дома. Есть, есть. Тогда почему они продолжают работать? Я не рад, что говорил, коллеги. Почему они продолжают работать? Ведь страдают люди. Люди страдают от некомпетенции чиновников. Люди ждут помощи, люди ждут результатов. Какая же помощь, коллеги? Что мы сами себя обманываем? Зачем нам нужны такие коллеги? Вот зачем нам нужны такие коллеги, которые даже не в состоянии документацию подготовить для торгов, для конкурсных процедур? Сегодня на часе контроля среди участников не только чиновники. Впервые сюда пригласили члены регионального штаба Общероссийского народного фронта. Там Дмитрий Ковтуненко курирует направление «Жилье и городская среда». Министром, руководителем профильных департаментов и главам районов он привел конкретные примеры того, как капитальный ремонт не помогает людям, а наоборот заводит ситуацию в тупик. Город Краснодар, Ставропольская, 109 подрядчик, тот же самый Эрбауэр, не убедившись, что сметы не соответствуют, взял крышу, демонтировал, а потом понял, что выполнить это не можно. В результате два месяца дом уже стоит без крыши. В пятиэтажном доме пострадали уже квартиры третьего этажа. Собственники просто в ужасе. На пятом этаже люди уже просто съезжают. От таких историй в ужасе будут не только жильцы, но и любой здравомыслящий человек. Вениамин Кондратьев во время совещания сразу просит занести в протокол новое поручение – решить озвученную проблему в кратчайшие сроки. Затягивать не нужно, потому что люди, это что, там уже без крыши живут. Куда там? Мы же не можем в лете вечно жить. У нас же уже вот осень, через полтора месяца начнется. Оперативнее, еще оперативнее не нужно. Давайте в рамках коррекционного совещания даже этот один вопрос рассмотрим. Принять через этот один вопрос другие подумают и решат, что не надо ни подписи поделать, если они подделаны, ни мухлевать, либо какими-то профанациями заниматься. То есть, если нужно, выносите конкретно его, потому что там будут руководители профанативных органов все находиться, чтобы они обратили внимание, что и такое есть. И взяли под свой личный контроль. И не затягивали, потому что люди без крыш. Венимин Кондратьев напомнил, что каждое поручение чиновники всех уровней должны воспринимать не как формальность для отчета, а как реальную проблему конкретного человека. Я приезжаю в район, люди мне говорят. Естественно, я вынужден исходить из того, что это их беспокоит. И эту проблему людей решать. И вы должны вместе со мной эту проблему решать. Если кто-то мешает ее решить, скажите мне, кто мешает ее решить. Тогда я разберусь с тем, кто вам мешает. Если уже изначально было поручение, основанное на людских просьбах, а где-то уже может быть уже и крика, то, по большому счету, я вынужден вместе с вами быстро-быстро-быстро то, что они делали вчера, делать сегодня. Все новые поручения, данные в ходе заседания, глава контрольного управления сразу занес себе в список. А по старым поручениям, выполнение которых слишком затянулось, примут конкретные дисциплинарные решения. Александр Иванченко, Денис Перец, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Более 6,5 миллионов обращений в год в кубанских многофункциональных центрах увеличивают количество предоставляемых услуг. Так, недавно в МФЦ в формате одного окна стали регистрировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Сегодня работу одного из комплексов проверил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев приехал в Краснодарский офис на улице шоссе Нефтянников. Это обновленный многофункциональный центр, который открылся пару месяцев назад. Глава региона пообщался с его сотрудниками и посетителями. Начали МФЦ делать в больших торговых комплексах, даже в магазинах. Это удобно? Либо лучше прийти в отдельное помещение, где только МФЦ? Я думаю, что это будет удобно. Удобнее там, где совмещено с торговым комплексом, с большим магазином, и как раз находится офис МФЦ. Намного удобнее. Пошел с покупками и заодно... Конечно, решаешь все дела сразу. Сегодня в многофункциональных центрах по всей Кубани, сейчас они называются «Мои документы», предоставляют больше 200 государственных и порядка 10 тысяч муниципальных услуг. Один из самых популярных услуги Росрееста – замена паспорта и постановка в очередь в детский сад. Диагностический центр второй краевой клинической больницы в десятке лучших в России. Ежегодно в нем проходят обследования около 500 тысяч человек, в том числе из других регионов. Перспективы развития клиники с исполняющим обязанности главного врача Сергеем Габриэлем на рабочей встрече обсудил губернатор Кубани. Вторая краевая – одна из ведущих больниц региона, обладающая сильной научной базой, где проводят уникальные операции. Вениамин Кондратьев отметил, что перед краем стоят амбициозные задачи в системе здравоохранения, которые выполняются в рамках нацпроектов. У вас очень хороший диагностический центр, потом пиротальный центр очень известный. Один из самых больших. Вот совокупность тех учреждений, можно сказать, или инструментов, которые сегодня уже себя очень хорошо зарекомендовали. Мне важно ваше видение развития данного лечебного учреждения. Что вы считаете необходимо в плане приоритетов сделать, чтобы оно еще больше имело возможность стать высокотехнологичным медицинским учреждением? Это принципиально важно, потому что те задачи, которые поставил перед нами президент, в том числе возраст людей 78+, это, конечно, в первую очередь профилактика, лечение заболеваний своевременное. Но, естественно, здесь в первую очередь нам подмога, безусловно, и профилактика, и лечение, но высокотехнологичная медицинская помощь, которая и позволит не просто продлить годы жизни, а сделать так, чтобы не только количество было прийти эти лет, а качество. Конечно же, акцент я планирую необходимо сделать на науку. Необходимо развитие как диагностических методов, так и малоинвазивных методов. То есть мы должны профилактировать, в том числе и онкологические заболевания на ранних стадиях, и лечить их, прежде всего, малоинвазивно, не дожидаясь, когда все это перерастет, и мы уже ничего не можем сделать. Но самое главное, что мы имеем персонал высококвалифицированный, грамотный, замечательный. Кроме этого, во второй краевой клинической больнице упор сделают и на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В клинике уже функционирует региональный сосудистый центр, где оказывают экстренную кардиологическую и неврологическую помощь. Эскроу-счета в деле. 28 соглашений уже заключили на Кубани с использованием новой системы финансирования жилищного строительства. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко на брифинге в Краснодаре. На встречу собрались также представители банка и крупных компаний, которые занимаются возведением домов. Все вместе обсудили детали внедрения скроу-счетов. С 1 июля в России изменилось законодательство о долевом строительстве. Теперь деньги покупателей квартир будут храниться в финансовой организации до момента готовности объекта. А если дом так и не ввели в эксплуатацию, всю вложенную сумму вернут дольщику. Поэтому на стадии котлована девелопер может рассчитывать только на свои активы или кредит. Только после того, когда объект завершен строительством, введен в эксплуатацию, только после этого эти средства становятся застройщиками. Они застрахованы, застрахованы агентом по страхованию вкладов, застрахованы максимальную сумму 10 миллионов. Поэтому гражданам здесь вообще опасаться нечего. И степень защищенности средств дольщиков кратно в раз увеличивается. Выгодный приобретатель – это, прежде всего, покупатель. Однозначно. Потому что здесь совместились интересы трех сторон, и эти три стороны все равно идут в пользу покупателя. Потому что самое главное – это все-таки реализовать те проекты, которые строит застройщик. Вот мы как раз на себя эти риски и берем. В регионе работает около 300 застройщиков. Конечно, не все выдержат новую систему. Чтобы остаться на рынке, компаниям с небольшими активами придется объединяться с крупными игроками или менять профиль. Но, по словам самих девелоперов, использование эскроу-счетов не повлияет на стоимость жилья. Она складывается из других критериев – место расположения и степени готовности дома. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 июля. В Сочи переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 23-25 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Компания «Соу» приглашает на ювелирную выставку номер один «Интерювелир». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля. Гранд-отель «Жемчужина». Ювелирная выставка номер один от «Соут». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Розыгрыш бриллиантов, ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля. «Жемчужина». Категория 0+. Готовность на 99% и с опережением графика. 1 августа корпус 82-й школы в Дагомысе будет готов на все 100. Пообещали мэру курорта подрядчики. Анатолий Пахомов прошел по всем этажам новой школы для начальных классов и убедился в качестве работ. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Строители зашли на эту площадку в июне 2018-го. И за год возвели современный корпус. Порядка 300 миллионов рублей на строительство пристройки было выделено городским и краевым бюджетами. Сейчас строители завершают монтажные работы и благоустройство территории и начинают собирать мебель. Проблем в вопросе подключения коммуникации, отмечают специалисты, нет. Кубан-Энерго мы сегодня уже закончили. Сегодня был сильный дождь. Испугалась. Понятно. Оно у нас все. А водоканал? Водоканал нет. Водоканал остается. По водоканалу. Я их выдернул вчера на 15-ю школу. Сказали, что они закончат. Завтра в пятницу. В понедельник сделают здесь. Здесь фронт работает. Один колодец и две трубы. Две трубы. То есть у нас рисков никаких нет. Я пока не вижу. Ни по водоканалу, ни по теплосетям. Если в пятницу не будет сделано, тогда я забью в тревогу. Ну давайте. А теплосетей? Значит, по теплосетям то же самое они 15-го отрабатывали. Здесь они еще не появились в теплосетях. Но выдерну завтра сюда. Давайте. В новый корпус приедет вся начальная школа, которая будет работать автономно от основного здания. Пристройка рассчитана на 400 мест. Это позволит 82-й школе работать без второй смены. То количество детей, которые мы переводим в это здание, существенно изменит общую нагрузку на основное старое здание учреждения и даст возможность обучающимся школы, всей школы учиться в этом году в одну смену. Практически со всей территории поселка здесь обучаются дети. Сюда приезжают дети, начиная от Салахаула, если родители хотят, и заканчивая буквально в прямом смысле перевала. Хотя, конечно, со основной территории это улица Армавирская, Шишкино, Летняя и небольшие щелочки, ведущие к морю. По сути, новая пристройка – это отдельная школа. Свой пищеблок, актовые и спортивные залы, есть даже кабинет для танцев. Мы очень хорошо, что мы с этой улицы уместны и со спортшколой. У меня спортшкола Олимпийского резерва, здесь занимаются дети как раз хореографии. Сейчас мы здесь решаем вопросы не только начального образования, но и занятости. Но это хорошо. Также в корпусе предусмотрены кабинеты для логопеда и психолога, а это медиа-центр. Здесь будет компьютерный класс и библиотека. Анатолий Пахомов отметил качество работы и предложил подрядчикам взяться за новые объекты. Мы, с учетом того, что вы качественно строите школы, мы вам предлагаем, чтобы вы приняли участие в торгах и на школу на Мамай. По другому подрядчику, который тоже активно занимается на строительстве социальных объектов, мы предлагаем, чтобы он стал подрядчиком по Красной Пали. Проектно-сметная документация по этим двум новым школам уже готова. Сейчас город ждет финансирование. Оно поступит в следующем году. Решаются вопросы и по дополнительному корпусу 23-й школы. А этот корпус, как и пристройка в 15-й гимназии, откроет свои двери 1-го сентября, но фактически будет готов уже 1-го августа. А значит, есть время для того, чтобы оборудовать школу в соответствии с требованиями. На три месяца он раньше сдают. Это спасибо большое, потому что мы просили, что надо к 1-го сентября, буквально 1-го августа, строительная готовность полная. Они уже вымоли все это дело, значит, и вам сдали. Они еще не уходят, но они будут заниматься вместе с вашими учителями, установкой оборудования, тех же самых досок и так далее. Значит, что нужно сделать? Уже у каждой аудитории 1-го августа должен быть учитель. В начале следующего года в Сочи добавится еще 1100 учебных мест. Бывшее здание Сочинского госуниверситета на Макаренко 8А станет новой школой под номером 101. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Безопасность детского отдыха обсудили сегодня члены антитеррористической комиссии Сочи. В 13 здравницах города сегодня отдыхают более 3,5 тысяч детей. Но есть на курорте и отдых не организованы. Как гарантировать безопасность в тех же кемпингах, обсудили чиновники, полиция и спасатели. Не менее важная тема – безопасность отдыхающих. В том числе в Олимпийском парке, где в период проведения массовых мероприятий собираются десятки тысяч человек одновременно. И, как показывает практика, скорая помощь в Олимпийский парк приезжает достаточно часто. Причина – травматизм. Травмируются туристы из-за электромобилей, которые передвигаются по набережной на большой скорости. Прокат такого транспорта в Олимпийском парке не санкционированный, как и выносная торговля. Бороться с самоуправством комиссия по антитеррористической безопасности решила кардинальными мерами. Штрафовать нарушителей больше не будут. У них просто изымут товар. Этот механизм проработает прокуратура. В городе есть и склад для хранения незаконного товара и инвентаря. На Донской, в Сочи-Холод у нас есть договор, согласно которого будет даже наш представитель администрации будет там находиться, для того, чтобы проблему полиции, когда они будут привозить на сдачу и получение документов, что сдали на хранение, не было. Что касается вот этих автомобилей разных, это тоже администрация района, адрес, проблем совершенно нет. Потом надо не забывать, как делаем с обезьянами, идти на суд, чтобы суд признавал о том, что да, изъяли и возврату не подлежат. На самом деле это можно решать, если только захотеть. Все вместе. Мы говорим, да, мы будем полностью поддерживать, будем забирать на себя. Ваша задача изъять, ваша задача составить протокол, передать на хранение, по сути дела, администрации. Сегодня в Сочи в полном разгаре не только курортный сезон, но и детская оздоровительная компания. Почти 4 тысячи детей сегодня принимают круглогодичные детские санатории. Мы знаем, что в этих организованных лагерях идет полный надзор, контроль. Практически в каждом районе, а особенно в Лазаревском районе, огромное количество так называемых несанкционированных заездов. И эти несанкционированные заезды, к сожалению, происходят еще и так называемые неоформленные гостиницы. То есть, по нашим данным, это индивидуальные жилые дома. В Лазаревском районе таких несанкционированных, так называемых, гостиниц более 2 тысяч. Для того, чтобы отработать все и быть спокойными, что там дети под организацией, безопасность соблюдена, нам необходимо сделать, ну так называемый мониторинг, то есть обход. Обойти такие гостиницы – задача участковых. Заведения коммерческой деятельности в ИЖС будут составлять протоколы, а кто-то не избежит ареста на 15 суток. Проблема есть и с палаточными лагерями. Любители дикого отдыха не регистрируются в МЧС. Несмотря на то, что там проживают и дети. Зачастую такой отдых сосредоточен в зонах подтопления. Глава города потребовал проводить рейды и выявлять любителей отдыхать дикарем. Разработают для таких туристов и памятки с рекомендациями и номерами телефонов. Экстренных служб. Что же касается программы организованного отдыха юных сочинцев, то она выполнена на 99%. Оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений охватили более 60 тысяч детей от 7 до 17 лет. Сейчас, конечно, наша главная задача – обеспечить безопасность наших детям на объектах летнего оздоровления. Будь то площадка, лагерь, палаточный лагерь или несанкционированный палаточный лагерь, или объекты здравницы. Все руководители прекрасно понимают свою ответственность, в том числе и уголовную, и административную, и какую угодно, за нарушение правил безопасности пребывания детей. Будем собирать мониторинг, будем контролировать и доводить эти все сведения до нашего главы. Решением комиссии мониторинг назначен и за прибытием групп детей на ЖД, аэровокзалах и на автомобильном посту «Магри». В Сочи отметили лучших работников торговли. В это воскресенье они отмечают свой профессиональный праздник. Работники торговли сегодня собрались в здании городского собрания. Лучших представителей отрасли отметили благодарственными письмами и знаками отличия за профессиональное мастерство. В Сочи треть всего трудоспособного населения занята в торговле общепитий в сфере услуг. Это 10 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Я хочу сказать, что для нашего города очень важно, что в торговле работает малый и средний бизнес. Вообще успешным в экономике город туристический может быть тогда, когда в его структуре предприятия малого и среднего бизнеса занимают до 80%. Доходы от потреб сферы в Сочи формируют 17% от городского бюджета. За полгода, благодаря в том числе работникам торговли, в виде налогов в казну поступило более 500 миллионов рублей. Это вклад в развитие экономики города, решение социальных вопросов. Одним словом, в повышение уровня жизни горожан и качество отдыха гостей курорта. Мы понимаем свою ответственность перед городом и перед всеми посетителями города. Мы понимаем, насколько эта ответственность не только, скажем так, социальная, но и ответственность экономическая в том числе. Торговое предприятие, предприятие общественное питание – это лицо города. Вот кто к нам приезжает, он сразу делает выводы, какой город, какой курорт, от того, как его встретили, как его обслужили. За последние годы у нас нет никаких препонов со стороны власти, со стороны силовых структур, налоговых органов. Сегодня, слава богу, мы развиваемся, работаем правильно, правильно платим налоги, правильно платим заработную плату. Кстати, с неформальной занятостью и серыми зарплатами в городе ведется активная борьба. С начала года в Сочи было заключено дополнительно более 1200 трудовых договоров с работниками потреб сферы. Власти Сочи активно поддерживают предпринимателей, в том числе предлагая займы по программам микрофинансирования. А местные фермеры, например, могут продавать выращенные в своих садах и огородах овощи и фрукты на социальных рядах. Они есть во всех районах города. Администрация места там предоставляет бесплатно. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи прозвучит крещендо. Одноименный музыкальный фестиваль пройдет уже в 15-й раз. Кто из молодых исполнителей на этот раз удивит публику, сегодня организаторы рассказали на пресс-конференции. Бессменный художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. Сам ставший в юные годы знаменитостью, пианист постоянно помогает юным талантам найти свой путь к слушателю. Филармоническая афиша нашей страны – это в основном крещендовцы. Огромное-огромное счастье то, что наша команда, которая из года в год приезжает в Сочи. Мы знакомим новые имена. Мы знакомы совершенно совсем юные. Я могу представить, в этом году это Петр Акулов, молодой пианист, только что победивший на нашем конкурсе «Астана Пьяна Пэшн» ученик Центральной музыкальной школы Примосковской консерватории. Вот буквально, вот так сказать, свежий, новоиспеченный победитель этого очень сложного состязания подтвердил, что русская фортепианная школа находится на очень высоком месте. От всей души рад приветствовать участников и гостей уже 15-го фестиваля. Очень горд тем, что из этих 15 фестивалей 8 проведено в городе Сочи. Благодаря таким маэстро, как Денис Нацоев и Юрий Башмет, Игорь Бутман. С пониманием начали относиться к искусству. И то, что сегодня происходит, это называется, наверное, культурная революция вот здесь. Потому что сегодня наши сочинцы больше стали любить классическую музыку. Фестиваль пройдет 26 и 27 июля на сцене Зимнего театра. Участие в нем примет Сочинский симфонический оркестр. В концерте помимо Дениса Нацоева выступят победители всероссийских и международных конкурсов. Александр Рам – виолончель, Гайк – казанян, скрипка, Петр Акулов – фортепиано. А 27 июля прозвучат времена года в сольном исполнении Дениса Нацоева. Апофеозом программы станет трио в памяти великого художника. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габейши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok